Магия пояса И соответственно она посвящена еще и немножечко темам пояса Как таковой, для чего он был нужен, каким образом его одевали В каких случаях, что он назначал, что он вообще давал Как его использовали в традиции Ну и кроме того, конечно, Кминка, как всегда, будет содержать большой альбом Прорисовывать узоры разных поясов, разных регионов, разного назначения С их расшифровкой, с их интерпретацией Будет даваться и воздействие на организм человека Базовых узоров геометрических И, так сказать, техника изготовления этих узоров разными способами Бранного откачества на бертышке В первую очередь Ну и также будут даваться магические аспекты различных техник изготовления поясов То есть чем отличался по своему действию пояс, изготовленный, допустим, на плетеночке Или методом дергания от пояса тканого на берде Там будут показаны в плане фотографий все процессы изготовления пояса на бертышке в качестве И будет серия уникальных фотографий о том, как повязывался пояс Как, насколько сложным был поясной женский убор И как он, так сказать, поэтапно повязывался Это уникальные этнографические материалы Книга писалась в первую очередь для того, чтобы эта информация превращалась, воплощалась в жизнь То есть мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди учились делать, изготовлять пояса Научились ткать, это вполне можно сделать по книге Научились их использовать и научились использовать саму магическую силу Вот этого процесса ткачества, его магическую составляющую О том, что когда женщина воплощает в себе именно богиню пряку, богиню судьбы И она ткет, придет судьбу в дом себе и своим окружающим То есть это будет реальный способ воздействия на окружающий мир, на его гармонизацию То, чем, в общем-то, традиционно занималась женщина в русской культуре Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова